Сегодня мы рассмотрели повестку, которая также является крайне важной. Мы об этом говорили раньше и сегодня хочется это подчеркнуть. Очень многое зависит от нас с вами, насколько мы сами для себя определенные обязательства и рамки, в которых будем находиться. Речь идет, в первую очередь, о выполнении предписаний соответствующих служб, о необходимости находиться на карантине, либо просто самоизолироваться. Но не все выполняют вот эти обязательства, эти предписания. И в этой связи мы внесли законодательную инициативу, которая предполагает введение повышенной ответственности, в первую очередь введение высоких штрафов за то, что человек нарушил предписание и создал проблему окружающим. Введена ответственность в виде уголовного наказания. Именно такое предложение будет рассмотрено на следующей неделе, 31 марта, при рассмотрении законопроекта в первом чтении. Мы считаем правильным этот вопрос обсудить. И наше предложение как раз сводится к принесению изменений в уголовный кодекс, которое будет ужесточено. Если вдруг кто-то пострадает, вводит разочвобную на ответственность до 7 лет решения свободы. В зависимости от того, какое количество пострадавших будет из-за халатности человека, из-за того, что он нарушит предписание, не будет следовать, в том числе самоизоляции или находиться на карантине. Поэтому все сошлись во мнении, что этот вопрос правильно рассмотреть в приоритетном порядке. Что, собственно, сегодня было сделано на заседание Совета государственных. Завтра состоится заседание правительства Российской Федерации, на котором будут рассмотрены законодательные инициативы. Но, как вы понимаете, чтобы нам не откладывать предложения правительства долгие ящики, учитывая, что все они носят приоритетный характер, так как речь идет о преодолении экономических вызовов, необходимости поддержки бизнеса, который пострадал в условиях коронавируса, мы посчитали правильным завтра собраться в рамках нечередного заседания Совета 16.00, рассмотреть законодательные инициативы правительства, с тем, чтобы они у нас были уже в повестке заседаний на следующей неделе в рамках лендарных рассмотрений Государственной Думы законопроекта. Все иное, если бы мы не пошли на этот шаг, привело к тому, что законодательные инициативы были отложены на несколько недель, а сегодня это недопустимо. В этой связи мы считаем, что завтра правильно будет рассмотреть порядка четырех законодательных инициатив, но посмотрим, возможно, в ходе сегодняшней работы и до завтрашнего заседания у нас есть еще предложения со стороны депутатов, мы их также сможем рассмотреть в рамках завтрашнего дополнительного заседания. Продолжение следует... Продолжение следует...